Всем привет! Сегодня у нас воскресенье 31 июля 2022 года. Меня зовут Галина и вы находитесь на канале Жизнь на юге Англии. В Англии погода все еще хорошая, но наверное вот уже последние денечки. Сегодня у нас плюс 26 опять неожиданно, хотя вроде бы как похолодало. Но по утрам и по вечерам температура доходит до 17 градусов. Поэтому очень быстротечное лето в Англии. Один единственный месяц, ну может быть еще и август нам удастся немножко позагорать и покупаться даже. Пока не знаю, поживем увидим. А я сегодня с утра уже прошла свою положенную ежедневную норму шагов. У меня 10 тысяч шагов моя норма как бы бывает чуть-чуть больше, бывает чуть-чуть меньше, но я стараюсь как-то так. 9-10 тысяч шагов. Это я думаю километров 5. И вот уже я сижу отдыхаю, взяла как обычно свой капучино и хочу с вами сегодня поговорить. Я знаете о чем хочу поговорить? Вот недавно смотрела, я люблю смотреть Плющева, Александра Плющева и у него брекфаст шоу, довольно интересная программа. И они там сейчас стали выставлять, знаете, такую карту по всему миру, кто смотрит их вот это видео, брекфаст шоу. И такой разброс, в общем-то. Очень интересно смотреть это все на глобусе. И я подумала, слушайте, а я ведь вот не делала тоже такую для вас статистику по своему каналу и такую подборку. Мне, в общем-то, было и самой интересно посмотреть. Итак, друзья, давайте посмотрим, в каких странах смотрит мой канал. Тут в порядке убывания все страны, которые есть. Давайте мы с вами посмотрим, как это интересно. Россия, Украина, Беларусь, Великобритания, Казахстан, Германия, Соединенные Штаты, Латвия, Израиль, Молдова, Литва, Италия, Польша, Узбекистан, Франция, Болгария, Эстония, Испания, Нидерланды. Вот такая красота, представляете? Выборка. Если посмотрим по городам, можем выборку сделать еще. Это, видите, вот последние 28 дней с 29 июня по 26 июля 22 года. Вот такая выборка сделана Ютубом. И по городам, если кому интересно, давайте сразу посмотрим. Вот сейчас сформируется. Вот смотрите. Москва, Киев, Санкт-Петербург, Краснодар, Минск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Большой Сочи, Ростов-на-Дону, Днепр, Рига, Челябинск, Иркутск, Одесса, Казань. Львов, Алматы, Ярославль, Владивосток, Лондон, Уфа, Волгоград, Гомель, Харьков, Саратов, Красноярск, Запорожье, Вильнюс, Воронеж, Калининград, Брест, Витебск, Пермь, Севастополь, Кишинёв, Кривой Рог, Омск, Донецк, Полтава, Хабаровск, Липецк, Нью-Йорк, Ставрополь, Тулах, Караганда, Могилёв, Бишкек, Тель-Авив. И это всего 50 городов, конечно же, их больше. И здесь написано, показаны лучшие результаты всего 50. Чтобы посмотреть больше строк, можно до 500 сформировать городов, нужно заказывать специальный отчёт. Но, по-моему, и так нам интересно. Я никогда не показывала вам вот эту статистику. Мне кажется, что очень здорово, что по всему миру смотрят люди мой канал. Я очень рада, друзья, что вы интересуетесь моими видео. Спасибо вам огромное! И вот здесь ещё можно возраст посмотреть. Возрастная категория зрителей, которые смотрят мой канал, тоже хороший такой показатель. От 18 до 24 лет 2,2%, 25 лет 34, 5,8%, от 35 до 44 лет 7,8%, 45-54 года 18,3%, Основная масса 55-64 года, 37,8%, и дальше с 65 и старше 28,2%. Вот тоже так здорово, друзья! Просто очень замечательно! Надеюсь, вам понравилась такая моя для вас статистика, которую я озвучила. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте, кто в какую категорию попал. Будет интересно нам узнать. Буду рада, если вам понравилось, и если кто-то услышал свой город. Но, вы знаете, я вот что-то не увидела Архангельска, а я знаю, что там мои друзья смотрят мои видео. Я не увидела, кстати, Новочеркасска, моего любимого города, где тоже меня смотрят мои друзья. Понимаете, как получается, что разброс-то огромный, наверное, но здесь YouTube ухватывает только, если просмотров от 200 и выше, ну вот 200 человек, если посмотрели, то уже как-то это в статистику попадает. Если меньше, то там он, наверное, даже и не попадет в статистику. Вот, поэтому так вот вам объясняю, да? Вы видели, наверное, что там идет еще такая строчка, столбик такой, где цифры. Это сколько количество зрителей именно смотрят мой канал. Ну и еще, если сказать по гендерной принадлежности мужчины и женщины, у меня осталось, как и было прежде, 85% женщин на моем канале и 15% мужчин. И я рада тому, что все-таки мужчины, как было 15-3 года назад процентов, так и осталось. Ну хотя бы не ушли, потому что бывает и такое. Все-таки канал у меня, наверное, больше на женскую аудиторию рассчитан. Хотя я очень благодарна тем мужчинам, которые смотрят и тоже их приветствую. И жду еще новых зрителей мужчин на своем канале. Ну, впрочем, так же, конечно, как и женщин. Ну и еще один сюжет у меня сегодня для вас по просьбам моих зрителей. Я хочу вам рассказать, сколько стоит отдых на острове Уайт. Цены здесь, конечно, тоже очень разные. Можно найти подешевле, можно найти подороже. Но вот сейчас в самый пик сезона отпусков. Вот, послушайте, какие цены. У нас небо затянули тучи, черные просто. Вот здесь вообще-то вид на пролив Ла-Манш. И что я хочу сказать. Сейчас тут гуляла с парой, которые приехали на каникулы. Видите, людей у нас здесь много. Разговорились. Я им рассказала, какие лучшие места здесь у нас посетить, как обычно, на острове Уайт. Ну и потом я у них спросила, а где вы остановились? Вот они говорят, мы остановились в Бембридже. Бембридж это как раз вот это место, где я сейчас нахожусь. И я спросила, сколько вы заплатили. Они всего приехали на неделю. И сколько заплатили втроем с муж, жена и ребенок? Они заплатили за неделю 650 фунтов. Вот, смотрите сами. Обычная, просто как они сказали, у них там комната. Ну, сказала женщина, что много места. Но, представляете, комната на неделю за 650 фунтов. Вот такие вот нынче у нас цены. Те, кто имеет деньги, конечно, и не парятся, и приезжают отдыхать. Ну, а я, например, за 650 фунтов полагаю, что я могу отдохнуть месяц в какой-то азиатской стране.